Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Один миллион пассажиров в год не предел, когда в Барнаульском аэропорту откроют новый терминал. Со дня на день могут уйти под воду. Жители нескольких домов в Заринске боятся за свои участки. То, чего ждет фронт. Какие возможности есть в Алтайском крае для разработки беспилотников. Итак, новый терминал Барнаульского аэропорта готов на 35%. Строители уже возвели конструкции всех трехэтажей нового здания. Как продвигается строительство, сколько пассажиров сможет принимать аэропорт и когда объект сдадут в эксплуатацию, расскажет наш корреспондент Юлия Щепина. Так полным ходом в круглосуточном режиме ведут строительство нового терминала Барнаульского аэропорта имени Германа Титова. На сегодняшний день возведено три этажа монолитных конструкций вместе с перекрытиями в процессе работы по строительству подъездных дорог, наружных сетей и вспомогательных сооружений. Ближайшая ключевая дата, очень важная для нас, это формирование теплового контура. Простыми словами, это появление того красивого фасада, который мы видим на этих картинках. Готовность аэровокзального комплекса уже 35%. Площадь увеличится практически в два раза и составит около 10 тысяч квадратных метров, а пропускная способность вырастет втрое. Мы на первом этапе еще в планировании говорили о том, что вот миллион 150 тысяч пассажиров, из расчета 600 пассажиров в час обслуживания, значит, миллион 150 тысяч человек в год. И это, если эта мощность уже будет потом недостаточно, то перспектива вот дальнейшего здесь прироста и увеличения мощностей, она есть, она заложена. К слову, пассажиропоток с каждым годом растет. С начала года перевезено порядка 450 тысяч людей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Также в перспективе расширения географии полетов. Я бы видел бы развитие пассажиропотока Алтайского края по нескольким ключевым направлениям. Это, конечно, восстановление международных перевозок, востребовано для жителей Алтайского края. Я думаю, что это будет, рано или поздно будет. И, безусловно, это доступность жителям Алтайского края полетом в крупные авиационные хабы России. Современный терминал – это новый уровень комфорта для жителей и гостей региона. Комплекс оборудуют лифтами и эскалаторами. Посадка будет осуществляться через телескопические трапы. Их будет три. Для маломобильных граждан предусмотрена доступная среда. Люди поднимаются наверх по эскалатору. Попадают уже в стерильную зону там наверху. Залы ожидаемые. Сами стойки, как технологическая зона, они действительно, да, утоплены под верхним этажом. Однако вопрос интерьера пока открыт. По мнению губернатора края, необходимо показать особенность региона. Позже макеты оформления вынесут на публичное обсуждение. Добавим, работы по строительству идут по графику. Объект планируют сдать в эксплуатацию в июле 2025 года. Юлия Щепина. День с толком. Алтайский край готов оказать помощь жителям Курской области, на которую напали украинские боевики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виктор Томенко. Также глава Барнаула Вячеслав Франк выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, назвав эту трагедию бесчеловечной террористической атакой. Накануне в Курской области в результате атаки в СССР, ранения и травм получили более 30 человек. Среди погибших есть мирные жители. Бои продолжаются. К другим темам. Жилой комплекс Попанинцев 143-145 все же будет достроен с участием инвесторам. Такое решение в ходе рабочей встречи приняли сегодня власти и профильные ведомства региона. Напомним, дольщики, которые ввязались в строительство жилого комплекса, ждут ключи от своих квартир с октября 2021 года. На данный момент на объекте выполнен каркас 19-этажного здания, остекление, смонтированы лифты, проведена отделка мест общего пользования, установлены двери в квартирах. Незавершены работы на сетях водоснабжения, также еще не обустроена вентиляция, отсутствуют почтовые ящики. Подрядчик готов приступить к работам после процедуры инвентаризации и оценки строительной площадки. В Заринске несколько частных домов могут обрушиться в воду. Причина тому оползень, который разрушает берег реки Чумыш. К местным жителям уже и сейчас никто не хочет ездить, потому что люди опасаются обвала участка. Наш корреспондент Данил Кузнецов отправился в Заринск за подробностями. Из-за дождей земля проваливается, скоро подойдет ближе к дому. Трещины очень большие и очень страшные. Улицу набережную в Заринске берег реки Чумыш почти не держит. Он обваливается не в первый раз. Об этой истории мы уже рассказывали несколько лет назад. Однако тогда ситуация, как ни крути, была получше. Ведь размеры оползня были меньше. С тех пор администрация выровняла дорогу. Но вот спустя 4 года обвалы повторились. У нас сейчас запасаться надо углем дровами, у нас отказывается многие приезжать сюда, привозить. Потому что, говорят, очень страшно к вам подъехать, не подняться, не спуститься. Тут не просто не проехать, даже не пройти, потому что грунт очень мягкий, легко провалиться. Три года назад Министерство природы Алтайского края внесло участок в список проблемных мест. Проектировщики, в свою очередь, отмели вариант с выпрямлением русла реки. Поможет только укрепление берега, с чем местные солидарны. Весной вода поднимется, уровень воды, вода будет, течение будет идти, и берег будет осыпаться с каждым разом. Его засыпать, его надо укреплять чем-то. Просто так сыпать сюда всякий швак, это бесполезно. Я администрация сколько раз просила помощи, я уже просила, чтобы нам предоставили другое жилье. Администрация говорит, все хорошо у нас. Здесь жильцы, которые тоже этим боролись, они купили себе квартиру, потому что, говорят, они устали от этого. Потому что очень страшный дом может уйти во враг, и жилье нам не дают. Первый заместитель главы Заринского района Виктор Нагорных опроверг информацию о том, что кто-то просил о переселении. Также добавил, что проблемой должно заниматься Министерство природы. Мы каждый год про краевую адресную инвестиционную программу подаем заявление. И на данный момент в эту программу не попали. Последнее было обращение в мае. Мы оцениваем, что угроз там обрушения жилых домов и так далее, на данный момент нет. Тем временем администрация Заринского района продолжает подвозить материалы для заделывания дороги. И попутно надеется, что Министерство природы региона в ближайшее время поможет укрепить берег. А местным пока только и остается, что жить в страхе. Ведь угроза обрушения с каждым днем становится все реальнее. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Мэрия Барнаула нашла клининговую службу, которая избавит от трупного запаха дом по адресу 40 лет октября 29А. Об инциденте стало известно вчера после нашего материала. Напомним, около двух недель назад в общежитии умер местный слесарь. Несмотря на то, что тело вынесли почти сразу, как оно было обнаружено, прибираться в квартире никто не стал, поскольку она муниципальная. Поэтому местные жители старались устранить запах сами, но тщетно. Однако уже с сегодняшнего дня очищать помещение принялись специализированные клининговые службы. Автомобили, мотоциклы, дроны, системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Эти позиции в зоне СВО сейчас необходимы больше всего. Обсудить алтайские наработки по созданию дронов, пообщаться с производителями, поговорить о взаимодействии и сотрудничестве. В Алтайском отделении Народного фронта собрались сегодня представители Министерства промышленности, вузов региона, общественники, бизнесмены. Подробности в сюжете. Есть люди, которые имеют определенные навыки, возможности. Самое главное – желание для того, чтобы пробовать и производить что-то, собирать здесь то, что будет востребовано там, на той стороне. Цель сегодняшней встречи – обсудить имеющиеся в крае возможности по разработкам РЭП, глушителей, беспилотников и дронов, а также сотрудничество в этом направлении. То, что требуется на фронте, знает Кристина Карамышина, причем из первых уст. Все заявки от военнослужащих она проанализировала. Первое – это у нас дроны непосредственно. Ну, конечно, лидируют Мавики и Мавики 3Т. Почему? Потому что очень нужны дроны именно с ночным видением. Второе по количеству заявок у нас идет – это системы РЭП и БПЛА-детекторы. Все, что касается РЭПов, дронов и всего остального, наш противник достаточно гибкий раз, во-вторых, очень умный два. Умов достаточно и в России. И в Алтайском крае есть те, кто разрабатывает, совершенствует и производит дроны. Сегодня они делились своими разработками. К примеру, такими, как дроны-штурмовики и дроны-камикадзе. Последний оснащен специальным ретранслятором, позволяющим зависать в воздухе на продолжительное время. То, что у нас вообще в России появился воздушный ретранслятор – это уже что-то новое, которое еще и висит в воздухе, которое еще и передает сигнал. С помощью него мы как раз-таки два раза успешно в Екатеринбурге РЭП пролетели. Будут в общем модули, которые будут по видео именно лететь, определять цель. Будет расставлена приоритетность цели. То есть, как боец, грубо говоря, расставляет приоритет в целях, когда летит, и у него связь теряется. Вот такая же приоритетность будет, только тут связь теряться не будет. В Барнауле сейчас не только производят дроны, но и учат ими управлять, в том числе военных, которые будут выполнять боевые задачи. Наша такая материально-техническая база на данный момент расширяется. 3 сентября этого года у нас будет открытие лаборатории беспилотных авиационных систем, куда мы приобрели оборудование по прототипированию, то есть для того, чтобы можно было делать собственных дронов, также системы сбросов, дополнительные запчасти для дронов. Обсудили присутствующие проблемы, в частности, сложности с поставками из Китая, с таможенными вопросами, а также порой с невозможностью проводить испытания дронов. Представители Народного фронта и Минпрома сообщили, что готовы помогать разработчикам и производителям решать все существующие на данный момент проблемы. Ведь только объединив усилия, можно достичь успеха и в выполнении боевых задач. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле завершают работы по благоустройству парка «Изумрудный». Они выполнены уже на 95%. На данный момент в «Изумрудном» обустроены пешеходные дорожки, парковка со стороны ледового комплекса «Мотор», установлены информационные стенды, появился шахматный павильон. Завершается установка спортивных тренажеров, в павильоне шахматы проводят электричество. Напомню, благоустройство парка, который изменился до неузнаваемости, началось в 2019 году. Будет зеленым и тихим, в Барнауле активно благоустраивают территорию бывшего парка имени Ленина. Речь идет о зеленой зоне, расположенной в границах улиц Ленинградской, энтузиастов и Антона Петрова. Каким будет новое пространство для отдыха барнаульцев, смотрите в следующем сюжете. Эта зеленая зона – излюбленное место не только белочек, но и барнаульцев. Еще в прошлом году за благоустройство территории проголосовали порядка 11 тысяч горожан. Накануне глава города побывал здесь с рабочим визитом. Вячеслав Франк оценил масштаб уже проделанных работ, а также отметил – бывший парк имени Ленина уже обретает новый облик. К слову, на благоустройство территории в текущем году предусмотрели порядка 50 миллионов рублей. Данная зеленая зона благоустраивается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь у нас использованы все уровни бюджетов, как федеральный, краевой, так и городской бюджет. Парк очень ждут, работа кипит, в график укладываются. До середины октября здесь появятся центральные пешеходные дорожки с освещением, малые архитектурные формы, цветники, газоны и новые деревья – сосны, ивы и березы. У нас в целом три этапа. В этом году первый этап, еще предстоит нам два этапа реализации. Три года и в целом мы получим с вами парк для семейного отдыха и развлечений. Как для тихого, спокойного отдыха, где можно посидеть, отдохнуть, так и где-то можно и чуть-чуть поиграть в теннис настольный, например. На сегодняшний день подрядчик выполнил почти половину запланированных работ. Сейчас прокладывают линии освещения, укладывают поребрик и плитку, обустраивают основания для пешеходных дорожек. Следующие два этапа благоустройства – не за горами. В парке сделают центральную площадь, амфитеатр, спортивную площадку, организуют локацию для настольных игр и книгообмена. Основная задача – сделать общественное пространство комфортным и одним из любимых мест – барнаульцев. Мария Костолева, день с толком. И к новостям спорта. Три спортивной федерации, парад флагов и спортивное творчество. В Барнауле масштабно прошла церемония открытия 12-летней спартакиады учащихся России. Всех барнаульцев ждала развлекательная программа на улице, а после все трибуны Титов-арены наблюдали за красочным открытием. А завершилось все выступлением группы «Пицца». Подробности далее. Давайте все сюда где-то легко не уходите, потому что мы с вами. Попробовать свои силы в кикбоксинге, научиться грести или разыграть партию шахматы. Этим и занимались сотни барнаульцев на площадке перед Титов-ареной. А если не хотелось физически напрягаться, то можно было просто расслабиться в уютных лаунж-зонах и посмотреть танцевальные батлы. А уже внутри Титов-арены перед церемонией открытия на трибунах не было свободного места. Все началось с представления регионов. Парадом флагов представили каждую команду. Это более 400 спортсменов из 49 регионов России. Участники соревнований в шахматах, гребле, кикбоксинге сделали на несколько дней Барнаулу, Алтайский край, столицей юношеских видов этих спортов. Всей столицей всей нашей страны. Наше внимание будет приковано к вашим выступлениям, дорогие друзья. Только что парад лишь только части участников под флагами своих регионов показал, какая большая наша страна. Символично, что церемония открытия спартакеады учащихся в Барнауле проходит 7 августа. Именно в этот день, 63 года назад, наш земля Герман Титов совершил первый в истории человечества суточный полет вокруг Земли. С этим фактом и историей Алтайского края гостей знакомили через творческие номера и песни. Отрадно то, что руководители федерации сказали, что мы одна команда, то, что все двигаемся. И вот, мне кажется, это и должно быть вообще в целом не только в спорте, да, одна большая команда, Алтайский край, которая работает на благо нашего региона, на благо нашей страны. А после с концертом выступила известная группа «Пицца». Музыканты исполнили как новые, так и хиты из старенького. К слову, сам солист старается ежедневно заниматься спортом. В ближайшие дни шахматисты и гребцы выявят своих победителей. А вот кикбоксеры сегодня провели свои финалы. Об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...